Всем доброго дня! Уже наступил август, это пик сезона, но пляж поселка Коктебель по-прежнему почти пустой. Вот сайт о поселке Коктебель, здесь есть онлайн веб-камера, каждый может зайти в любое время и проверить мои слова. Смотрим. Я уже два раза делал подобное видео в июне и в июле. Ну, ситуация была такая же, пляж был почти пустой. Но мне тогда писали кремлеботы, а также искренние любители Путина, что что ты делаешь, идиота ты кусок. Сейчас ведь ожидается чемпионат мира, а потом, соответственно, шел чемпионат мира, все на чемпионате мира. А вот как только наступит август, то пляж будет забит. Вот. Ну, смотрим и видим, что пляж почти пустой. Почему он почти пустой? Казалось бы, вот там есть люди, но пустой он в сравнении с периодом до присоединения Крыма. То есть, когда Крым был украинским. Вот все вот это пространство, где я показываю курсором, все было забито людьми. Нельзя было положить даже полотенечко. То есть, для того, чтобы даже полотенце положить, нужно было занимать место где-то до 8 утра. Позже уже реально не было куда влезть. Вот эта набережная вся была забита толпой. Здесь стояли продавцы сувениров, какой-то там еды и так далее, и так далее. Сейчас мы видим, отдельные прохожие идут. Тут скучает продавец каких-то экскурсионных туров. Вода сейчас. Смотрите, температура воды в море сейчас 26 градусов. И температура Мозы за последние дней. Вот, 6 августа 26, 25, 8 и так далее. То есть, вода теплая. Потому что, опять же, мне кремлеботы вопили, что вода холодная. Хотя в июне была она 20 градусов, а в июле она была 23,7 градуса. Но кричали, что вода холодная. Ты подожди августа. Сними обязательно в августе. Соответственно, вот я и снимаю. Вот, смотрим. Видим. 2018, 08, 06, 6 августа. 11,04. 11,04. Все уже проснулись. Потому что мне говорили, что еще не проснулись люди. Ты, наверное, показываешь в 9 утра. Нет. Я каждый раз показывал. Вот, в 10, 11, в 16 вечера. Нет. Все давно проснулись. Ну, здесь была раньше толпа такая на набережной, что приходилось вот людей обходить. То есть, протискиваться сквозь толпу. Не вот так вот, как сейчас, одинокое прохожие ходит, а вот приходилось протискиваться. Хорошо это или плохо? Я считаю, что хорошо. Пляж почти пустой. Ну, сколько тут? Не больше 5% заполнено. Вот этот, всей этой площади. Конечно же, это хорошо. Меньше будет мочи в море. Вот. Меньше народу, больше кислороду. Поэтому адекватные комментаторы в прошлых подобных видео писали, что да, как хорошо, что стало почти пусто. Нет того ажиотажа, столпотворения. Ну, а упоротые ватники просто писали проклятие, брызгая слюной на экран. Столько гадостей писали за то, что я вот реально показываю правду. Кстати, поставили плафоны сюда. Их еще не было в июне и в июле. Вот эти белые. Их, видно, побили. В июне их еще не было, если вы посмотрите мои старые видео. Ну, что еще сказать? Я уже не знаю. Уже нет никаких отмазок. Чемпионат мира давно прошел. Пик сезона, август. Я не знаю. Вот 11 часов 06 минут, пожалуйста. Вот там катер какой-то. Вон люди. То есть, не нужно говорить мне, что это февраль, как писали кремлеботы. Не нужно говорить, что это 6 утра. Чушь собачья всякую. Так что вот, кому нравится такой Крым, добро пожаловать. Мне лично нравится. Почему я выбрал именно Коктебель? Потому что я там был много раз. Как раз вот перед присоединением Крыма к России. И очень хорошо там все знаю. Как там было все. Какое там было стопотворение. И почему я сейчас выбрал Коктебель? Потому что вот построен этот мост. Керченский. И, казалось бы, все, кто едут через этот мост, должны в первую очередь заполнить те населенные пункты, которые ближе всего к этому мосту. Ну, логично же. То есть, не какую-нибудь там Евпаторию, куда еще доехать надо. А вот Коктебель, Феодосию и так далее. Ну, как видим, мост совершенно не помог. В плане заполнения туристов. Ну, естественно, Росстат опять возьмет с потолка какие-то там безумные, не знаю, там, миллионы или десятки миллионов туристов, посетивших Крым. Я не знаю, кто еще верит Росстату. Например, с его средней зарплатой, которую почти никто никогда нигде не видел. То есть, вот, правда, она такова. Каждый может зайти и проверить. Это веб-камера, она не врет. Конечно, заинтересованные блогеры какие-то, а также телевидение, они всегда найдут там один, два, три пляжа реально заполненных. То есть, всегда можно найти там, взять там, может быть, даже субботу-воскресенье, когда местные еще подъехали. Взять такой пляж, где соседние пляжи закрыты по какой-то причине. И, естественно, все ломанулись на этот пляж. Либо же какой-то там пансионат, у которого, допустим, много номеров. Туда дали путевки силовикам, бюджетникам каким-то. Вот они заполнили. И, допустим, у этих пансионатов, там, парочку пансионатов нашли, у которых площадь пляжа очень маленькая, да, номеров много. И там, да, вот людей много, да, вот можно показать, что при желании, да, что вот смотрите, пляжи забиты Крыма. Ну, вот я вижу, как они забиты. Просто надо знать, что было здесь раньше и что стало сейчас. Ну, для туристов это хорошо, потому что нет столпотворения. Может быть, не очень хорошо тем, кто любил потусить, потому что сейчас все-таки народу мало. А при Украине здесь вот толпа, вот эта, которая здесь была, она начинала рассасываться, ну, где-то в 2 часа ночи только. То есть, реально, тут толпа была вот все время, с утра и до 2 ночи. И до 3 даже уже там, но меньше. То есть, было где потусить. Я помню, здесь было 4 клуба. Ну, не знаю, тут... Хорошо тем, кто не любит, скажем так, лишних людей. Ну, наверное, это не очень хорошо местным жителям, которые, естественно, много сейчас не заработают. Потому что туристов реально здесь примерно 5% от того количества, которое было при Украине. Так что вот. Всем добра, всем до свидания.